Жители Лучевого сельского поселения отметили юбилей. 35 лет назад образовался Лучевой сельский совет народных депутатов. В феврале 1988 года в него вошли 4 населенных пункта – Луч, Новолобинский, Соколихин и Мирный. Состав актуален и сегодня. Праздничный концерт пронизан патриотизмом. Специальная военная операция еще длится, и жители Лобинского района, как и всей страны, переживают о защитниках и мирном населении новых регионов. Среди погибших есть и жители Лучевого сельского поселения. Минуты молчания почтили их память. Районную администрацию на этом юбилейном концерте представил Олег Кухно. Я передаю вам поздравления от главы района Владимира Владимировича Забураева с добрыми и теплыми пожеланиями благополучия, всего самого-самого хорошего и процветания лучевого сельского поселения. По поручению Владимира Забураева Олег Кухно вручил почетные грамоты главы Лобинского района активным жителям лучевого поселения. За добросовестный, высококвалифицированный труд, активную гражданскую позицию, вклад в социально-экономическое развитие Лобинского района и в связи с 35-летием со дня образования лучевого сельского поселения. Среди них хуторской атаман, председатели территориального общественного самоуправления, представители крестьянско-фермерских хозяйств, сотрудники ЦКД всего 18 человек. У лучевого поселения, как и у всей России, есть будущее. Безусловно, лучевое сельское поселение, оно проделось на базе всемсовхоза Лобинский. Это гигант, который дал и был одним из основных сельхозпредприятий Лобинского района. Я очень рад здесь приветствовать ветеранов производства Давлет Ромазановича. Давлет Клячев стоял у истоков образования лучевого поселения. В то время он был директором всемсовхоза. Сегодня вспоминает, как приходилось ездить в краевой центр, чтобы создать лучевой совет. Произошел передел. От Лобинского горсовета отошел поселок Луч, от Ленинского сельсовета – поселок Новолобинский, от Вознесенского сельского совета – хутор Соколихин и поселок Мирный. А с 1997 по 2000-й Давлет Ромазанович был главой лучевой сельской администрации. Я желаю всем присутствующим в вашем лице, вашим родственникам, родным всем, самого крепкого здоровья. И вот со сложившейся обстановкой сегодняшнего дня, что проходит сегодня военное действие, я хотел бы пожелать вам, вашим лицам всем, чтобы она закончилась в ближайшее время, и наши дети, наши внуки вернулись в свои дома. Слово взял Иван Яценко, сегодня он возглавляет поселение. И исполняющему обязанности главы есть что сказать жителям, есть кого отметить. В зале те, на кого сельская власть опирается в работе. Мне приятно видеть в этом зале представителей всех категорий. Это и депутаты, и волонтеры, и инвалидные предприниматели, и руководители терминских хозяйств, и жители, а особенно ветераны и пенсионеры ключевого сельского поселения. Большое вам спасибо, что именно сегодня вы должны все свои вопросы, семейные вопросы, какие-то еще. Прибыли сюда вместе на эту площадку. Отдельно обратился к ветеранам, к молодежи. Поблагодарил индивидуальных предпринимателей, оказывающих максимальную поддержку в решении ряда вопросов. Время сейчас непростое, но в планах у жителей Лучевого развитие своей малой родины. Я вернусь, спасибо нашим жителям, простым жителям, которые всегда нас с тобой видят, которые мы тоже стремимся каждый раз в сфере, то ли это непогода, то ли снег, то ли дождь, мы все равно дети, кто их составит сотрудник, кто-то один из сотрудников выезжает. Мы все равно работаем в объеме нами занимаемой должности и того статуса, который нам это ставили. Откликнулись буквально на любая просьба, на оказание Бога дает помощь, люди несут, люди складывают, люди помогают. Наши ребята, которые выполняют свой долг, специально-байрентная операция. 35-летие поселения – прекрасный повод для вручения заслуженных наград его жителям. Сразу четверым присвоено звание почетных гражданин лучевого сельского поселения. Ими стали Сергей Скиба, Валентина Демьяненко, Людмила Хахалева и Ивера Пастернак. Церемония чествования продолжилась далее. За активную гражданскую позицию, добросовестный труд, ответственное отношение к делу и в честь 35-летия образования лучевого сельского поселения благодарственные письма администрации лучевого поселения получили его самые активные жители. Среди них предприниматели и главы крестьянско-фермерских хозяйств, каждый из которых старается внести вклад и сделать поселение, а значит и жизнь людей лучше.